Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила эпидемию коронавируса угрозой всемирного значения. В тот же день Международный валютный фонд признал, что эпидемия повлияет на всю глобальную экономику. Все это может вызвать кризис, сравнимый с Великой депрессией 20-х годов прошлого столетия. Как уже изменился мир и что ждать в ближайшем будущем с точки зрения мировой экономики? В сюжете наших корреспондентов. В начале 2020 года мир охватила паника в связи с появлением новой заразы. Количество зараженных коронавирусом уже перевалило за миллион, а лекарства от COVID-19 до сих пор не придумано. Между тем, идея о том, что серьезная глобальная эпидемия с десятками и сотнями тысяч жертв весьма вероятна, а последствия ее будут катастрофическими, для всей мировой экономики не нова. Всемирный банк еще в начале 2000-х создал группу экспертов, которая должна исследовать вероятность эпидемии и советовать мировым лидерам, что делать, чтобы их избежать. Но в реальности оказалось, что мир к такому вызову не готов. В ряде государств, например, в Китае ожидается спад экономический. Точно трудно сейчас сказать от 0,3 до 9%, но это очень серьезно, потому что китайская экономика – это одна из ведущих экономик в мире. Сейчас очень серьезная проблема в Соединенных Штатах. Рекордное число обратилось за пособием по безработице, превысило рекорд 1982 года. И, если не ошибаюсь, там, по-моему, в три или даже в десять раз более трех миллионов. Это рекордно. Человечество помнит историю вековой давности, когда в мире свирепствовала испанка. В 1918 году эпидемия гриппа поразила треть мирового населения и убила не менее 50 миллионов человек. По некоторым прогнозам, подобный вирус сегодня может уничтожить 80 миллионов человек. Сейчас государство стоит перед очень страшным выбором, на самом деле. Выбор гуманистической парадигмы. То есть мы должны защитить людей. Или мы должны спасти экономику. Вот мы только входим в эту сложную ситуацию. А вот Соединенные Штаты сейчас оказались в этой ситуации. Когда сначала там один сенатор объявил, а потом и Трамп заявил, что люди должны вернуться к работе. Мы должны спасти нашу экономику. Но они вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Следовательно, где выбор? Мы должны спрятаться и сидеть? Или мы должны выходить? По мнению экспертов, экономические потери будут особенно высокими из-за паники, которая нагнетает многие средства массовой информации. Как следствие, все это может подорвать торговлю и усугубить экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией начала 20-х годов прошлого столетия. Спад экономик характерен бы для многих стран, для Европы. И не обойдет это и Россию. Мы сейчас тоже находимся в сложной ситуации. Цены на нефть очень серьезно упали. По словам политолога, коронавирус, влияющий на глобальные рыночные взаимодействия, серьезно ударил по многим отраслям экономики. Если раньше мы активно сотрудничали со всеми другими странами, то сейчас наблюдается сворачивание экономических связей со многими государствами, не закрываются. Люди идут домой, следовательно, снимается большое число поставок нефти, газа, им нужно меньше. И, соответственно, падает покупательский спрос по ряду направлений. В этих условиях мир не придумал ничего лучшего, как изолироваться друг от друга. Здесь непредсказуемое будущее, потому что мы не совсем можем управлять настоящим. Но если смотреть по трендам, какие сейчас наблюдаются, во-первых, будет усиление национального государства, поскольку только в рамках национального государства показано, что эффективно решаются определенные проблемы. Мы сейчас видим, Италия закрывается, мы видели, как закрылся Китай, мы видели, как закрываются Соединенные Штаты. То есть флагманы, можно сказать, либерального мира, такие как Италия, США, Германия, раз они закрываются, значит, они тоже усиливают вот этот вот момент. Поэтому мы будем видеть усиление национального государства. Хаос и неразбериха, порожденные новой вирусной атакой, похожи кем-то хорошо срежиссированные. Не исключено, что так мировые устроители борются с перенаселением планеты, утилизируя лишнюю часть населения за их ненадобностью. По подсчетам экспертов, мировой ВВП при катастрофической эпидемии может снизиться на 8-9% за год. Больше всего в этом случае пострадают торговые хабы вроде Сингапура и Гонконга и страны-производители нефти. В меньшей степени это затронет наименее пострадавшие коронавирусом страны, куда будет мигрировать капитал из пострадавших стран.